Девушки отдыхают С вами интересует барон И нам с прошлой серии Необходимо перечитать бестиарий И узнать больше об Игорёше Чем мы собственно Сразу и займёмся Бестиарий Так Игорёша Игорёша, проклятые Да, Игорёша Сказать, что Игоша отвратителен Это всё равно, что утверждать Будто говно не особенно приятно на вкус Вроде и верно, но всей правды Передать не может Ламберт, ведьмак школы волков Игоша, это, пожалуй, наиболее отвратительное Из чудовищ, с которыми приходится Сталкиваться ведьмакам Он возникает из мёртвого Нежеланного ребёнка, которого после смерти Даже не похоронили надлежащим образом Выглядит он Как сгнивший, новорождённый Искажённый, наполняющими его Ненавистью, страхом и злобой Этот мерзкий монстр обычно питается Силой и кровью беременных женщин Которых таким образом постепенно Доводит до смерти В бою поможет Масло против проклятых И знак Аксий Ну, я надеюсь До поединка с Игошей У нас с вами не дойдёт Может быть, мы сможем Сделать всё Так как советовал Этот любовник козы Так Чтобы нам прокачать Я лично за то, чтобы ещё прокачать Квен Но у нас в любом случае нет Свободных очков Да Придётся ждать повышения уровня А потом уже прокачаем Так Отправимся, значит Во Вроннице К Барону Пообщаемся с ним Скажем Алло, Барон Мы всё знаем про ребёнка Про то, что ты Бил Свою жену Так Замок Вронец Нам сюда В замок молния удалила Ни хрена себе Там пожар А что-то даже стражников нет на входе Обычно они там есть Что там происходит Так, ну-ка С дороги Сейчас я тут разберусь Ворон конюшню подпалил Так, может что ещё услышим Пожар Сейчас исправим ситуацию Спасём всех Пожар Так а на хрена он подпалил Чё, вообще неадекват что ли Опять нажрался Но Конюшню подпалил Тушить надо Я туда не пойду Мне ещё жизнь дорога И унять его некому Барышни Тамары-то нету Барон, кто, Барон, это А я как захочу Какую девку трахнуть Так и трахну И теперь я ложил на всякие запреты Так, понятно Барон, значит, нажрался И подпалил конюшню А тушить-то вы не хотите Да, очкинусь Где Осли Видел его кто-нибудь В конюшню пошёл Вроде Что? Горит Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся Барон, как ошалеет Так пощады не жди У меня брат в конюшне Спасите его Не то живьём сгорит И он, и кони Конечно, спасём Коней в первую очередь Разберёмся без тебя Быстрее, очкошник Ладно Это, конечно, интересно послушать Но надо, блин, лошадей спасать Хрен с ним Сосмином Надо торопиться Так, ещё и воздух заканчивается Так, вроде бы всех лошадей Открыли По идее, всех Так Всех сюда Давайте Лошадей всех выводим Открываем Ну и Отлично Лошади выбегают Значит, лошадей спасли Вот он, герой Вот тебя от меня За это Бочка лирийского Я знаю, что у твоей жены Был выкидыш Это было до или после Того, как ты её избил До полусмерти Я прямо говорю Не держи меня за идиота Ты её много лет колотил В конце концов Они не выдержали И убежали Так? Чё решил подраться со мной? Я чемпион велено Ты хоть знаешь, с кем связываешься? Ты правда чемпион? Нет Я даже твоего сержанта Уработала Тебя-то Барон, барон Не, блядь Будешь ещё подпаливать, блядь Будешь лошадей мучить, скотина, блядь Будешь лошадей мучать ещё, а? Морда пьяная Жирная Ещё беззубая Теперь надо поговорить Скажи спасибо, что я лошадей спас Лошадок-то жалко Садись Ты их бил Я на Тамару в жизни руки не поднял А на Анну Анна, это другое дело Она всегда знала, как меня достать И как же? Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы двадцать лет вместе Она меня видела и пьяного, и трезвого Нарядом была, когда я победителем возвращался И побитого перевязывала Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно И за это ты её колодил? За то, что она тебя бронила? Эх, ведьмак Да что ты понимаешь? В общем, может когда-нибудь я тебе расскажу Когда-нибудь, не сейчас После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары Ты был любящим папочкой Да и не верь Только она всегда для меня была светом в окошке Она могла здесь делать, что хотела Вон, спроси любого Она верхом ездила Охотилась Иногда отправлялась в разъезды с моими людьми Это её присылали ко мне, когда я в бешенство впадал Только она одна могла меня успокоить Если у неё была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если бы я знал, ты был бы не нужен Так ты с самого начала знал Ты с самого начала знал, что они сбежали Знал? А почему мне не сказал? Ты потратил моё время Узрай ты, что я за собственной семьёй уследить не могу Ты меня размазнёй считал и нихера не уважал Да, сейчас, конечно, кардинально, блядь, ситуация поменялась Теперь мы тебя уважаем Респект, как говорится, таким ребятам, которые колотят жёны и мучают детей А потом получают пизды от ведьмака За то, что подпаливают конюшни Да, да, респект и уважение, барон Респект и уважение Так Рассказывай, что там с этим побегом Они не бежали, ты их выгнал Это неважно, я знаю, как их найти Нет, рассказывай, давайте послушаем Рассказывай, барон Рассказывай всё, что помнишь, начиная с Дня Побега И в этот раз я хочу слышать правду Я тогда пил третий день Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят Я умолял её, чтобы они остались Но она не слушала Я пытался её удержать Она вырывалась и Ну, упала А больше ничего не помню Проснулся утром По боссаных портках И с шишкой на голове А их уже и не было Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? А, хер ты что можешь знать Ничего у меня не осталось Ничего Только бутылка Ну вот и садись на неё, Анне Я-то тут при чём, блядь? Ещё на меня наезжает Ну так и садись на свою бутылку Тамара была при этом Тамара была там же? Она всё видела? Ну, разве что из-за двери Она в комнату не входила, точно Жаль Тогда, может, иначе всё сложилось Я на неё едва взгляну И сразу как-то спокойнее становится А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились Она пыталась меня подсвечником по башке оттоварить Но угодила сначала в стену Потом в столб Я отступил, налетел на стол Ну, разлил вино и поскользнулся Она воспользовалась моментом И на лестницу рванула А всё время с этим чёртовым подсвечником в руке Я её на лестнице поймал Мы упали, я уж думал, всё, схватил её Она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнуло У меня в глазах аж потемнело Я, может, даже на минуту выключился И что дальше? Что было потом? Потом? Потом было ещё хуже Я потом снова проснулся Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю Я думал, всё это грёбаный кошмар Пошёл в спальню А Анну уже не застал Зато всюду была кровь Я тогда уже знал Она потеряла ребёнка У меня ком горло подступил Я Подошёл к кровати И увидел её Она лежала там Маленькая Беззащитная На окровавленных простынях Мёртвая Из-за меня Страшное должно быть зрелище Я много мёртвых видел Но это, наверное, жуткое было зрелище У меня просто ноги подкосились А я целые поля трупов видел Под Содданом Как сжигали чародейк в Мориборе видел Но по сравнению с этим Остальное Как маленькая писюлька И виноват во всём Только я один Этого мы ещё не знаем Талисман, который носила Анна Мог быть как-то с этим связан С выкидышем Что случилось с ребёнком? Я Девочку завернул в чистую простыню И Закопал Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то Просто хотел, чтобы всё закончилось уже Я об этом ребёнке ж мечтал Я о Нете говорил Вот он родится на свет И всё изменится к лучшему А он умер прежде, чем родился Мой ребёнок умер Понимаешь, ведьмак? Ну, давайте посочувствуем, что-то Я сочувствую тебе Спасибо Надеюсь, ты найдёшь свою цель По договору Сперва я должен отыскать Тамару и Анну И всё идёт к тому, что в этом нам поможет Твоя неродившаяся дочь Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести Обряд погребения Перерождается в Эгошу Во что, сука? В Эгошу, сука Значит, смотри Рассказываю всё подробно Сейчас объясню Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин Когда они становятся достаточно сильными Они нападают на тех, кто причинил им зло Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью Как? Есть два способа Предания огласят, что Эгошу можно ритуально похоронить под порогом дома Тогда он превратится в Чура Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье Ага, а что второй способ? Убить Эгошу и взять немного крови В этом случае мне понадобится помощь ворожая Не убивай моего ребёнка, а? Он и без того настрадался Ты расколдуй его Пусть он наконец упокоится Ну, слушай, это как получится, знаешь ли Смотря как Игорьёша будет реагировать на нас с тобой Я пока не знаю, что делать Делай, что хочешь Только избавь моё дитя от страданий Прежде всего и Эгошу нужно найти Я покажу тебе, где я её похоронил И я выкупаю эту самую могилу под порогом Она и так эдак пригодится Если превратить Эгошу в Чура не получится Будет где похоронить нас обоих Да сразу давайте решим дело Чем быстрее со всем разберёмся, тем лучше Лучше всего сегодня в полночь Тогда давай тут подождём А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу Вели людям сидеть по домам И пусть насыпят под дверью черту из соли И постарайся протрезветь Да Взять лопату Ну, чтобы могилу раскопать Бери, пригодится Только могилу раскапывать не понадобится В сверхъестественном такое было Там тоже надо было черту из соли сыпать Чтобы от призраков защищаться Несколько часов спустя Ещё немного Давай за мной Ну давай, веди Где ты свою дочь похоронил Имя ребёнку дали? Да нет Это зря Имена сильные магические печати Это здесь Отличное ты место выбрал Да оставь ты меня уже Я сука знаю, что так не делается Хорошо, что знаешь Яма раскопанная И пустая Что это значит? Что Егоша вышел на охоту А вот и Игорёша лезет Смотри Какой ты мерзкий Дарон, куда ты отходишь? Твой жеребён Превратите Гошу Возьми его на охоту, быстро А если он разозлится? Он же нас мигом загрызёт Не повышай голос Не то растревожишь его Пока он спокоен Нахера себе Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызёт тебе шейную артерию И ты истечёшь кровью Прежде чем я успею тебе помочь Скажи, если он начнёт вертеться Успокою его мадерей Давай-давай Бери на руки Подними его Возьми его в руки Вернёмся в зам Кажется, ты хотел проверить силу легенд И обратить его в чур Подожди Я залутаюсь Барон Не спеши Я хотел залутаться Барон Подожди Барон Давай поговорим Давай пообщаемся, барон 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 Пахороним его Закончим с этим Нам поговорим А? Керр Сука Ну не сейчас, а? Сделаем, что нужно Тогда поговорим Что такое? Ну что, паскуда? Головный признак Они чуют Игоршка Они хотят Игорёшек съесть Надо Игорёшек спасать Да делаю, барон Делаю Там ещё один А, нет, даже два Он ехлится Сейчас вырваться Готово Успокоился Барон Пахороним его Закончим с этим Нам поговорим Но А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего А тебе надо его зарыть под порогом Если предания не врут К следующему утру Он превратится в Чура Тогда он будет связан С твоим домом А мне поможет найти Палюси Сука Ну не сейчас, а? Сделаем, что нужно Тогда поговорим Похороним его Закончим с этим Нам поговорим А? Гер, сука Ну не сейчас, а? Сделаем, что нужно Тогда поговорим Все больше Надо спешить Ну так давай Я не спираю Кидать Покусать Приброси Хотя ты Игорёшек покушать Это не приветствуется И не одобряется Ай-яй-яй Ай-яй-яй Но на самом деле Охеренно забавно Реагирует барон На то, что я хочу Пообщаться Пока он с ребенком На руках стоит Ай-яй-яй-яй Так, с призраками покончим Я тоже Не снимается Как у Я его не удержу Бля, да подожди Бля, подожди Барон, я не могу попасть Знаком Вот Получилось Черестал вроде Я уж боялся Придется добивать Ты выбрал имя? Нет Ну так придумай какое-нибудь Это важно Ну, это 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 девочка Как Анна Хотела бы ее назвать? Да я-то откуда знаю Я твою Анну В глаза не видел Вон только На листовке Что теперь? Повторяй за мной Силами неба и земли Силами неба и земли Миром, что не стал твоим домом Миром, что не стал твоим домом Прости меня та, что пришла И кого я не принял Прости меня та Что пришла И кого я не принял Нарекаю тебя именем И скажи его И признаю дочерью Нарекаю тебя Да я И признаю дочерью Хорошо Теперь зарой тело Значит все-таки получается Еще и погодка такая Дождь Да, жаль конечно Но Синька до добра не доводит Что теперь? Через сутки Дэя должна превратиться в Чура Я останусь здесь и подожду А ты возвращайся к себе Я подожду с тобой Исключено Но Ребенок-то мой Я за все ответил Поздновато, барон, поздновато Поздно проявлять родительскую заботу Потом Ты ничего не сможешь сделать Ну я Никаких но Это работа для ведьмака Я должен ждать здесь Пока Егоша не превратится в Чура А ты возвращайся к себе И постарайся не упиться до беспамятства Так Призвать Чура На месте погребения Игореши Сидеть и ждать Полночь Взываю к тебе силой крови И заклинаю именем Услышь И приди на мой зов Дэя Сработало? Укажи мне дорогу К своим кровным родичам Так Идти за Чуром Ну давайте Последуем за Дэей Водите вы все в черт Так а ты далеко вести меня будешь Может надо было на плотве Плотва Да не боись Решил там потроллить Умник какой-то Говорит Глаза у тебя как у кота А мышей тоже лучше Нет Я алкашей всяких ловлю Избиваю их до полусмерти Потом Не бойся А потом делаю вид Что топлю Сержанты отваленок Устал Шевелись плотва Шевелись плотва И Дэя тоже шевелись Куда ты меня приведешь Пошла Топцы еще здесь Чузахата А заброшен Похоже там не лаванду держали Может стоит туда заглянуть Браслет Наверняка его обронила одна из них Подкова С молокуром не хватило бы денег на коня Одежда Здесь кто-то переодевался Обе были здесь Значит я иду правильно Значит Дэя Хочет показать мне что-то еще Так что это тут такое Подожди Дэя Тут Небольшие проблемки Ты еще когда Игорешей была Привлекала внимание Монстров И Разных призраков Сейчас видимо тоже И куда ты ведешь Опять на монстр Здесь уже побывали труповер Так еще один Еще один А даже два Блядь сколько вас тут Вы когда нибудь закончитесь? Сейчас смотрим Только залутаемся И обязательно посмотрим На труп лошади И что там еще Дэя Хочет показать Что у нас тут? Костя Давайте по порядку Костя лежат тут уже Какое-то время Седло прогрызли Трупоеды становятся Все прожорливей Следы огромных когтей Это не трупоед Не хватает Не хватает подковы Это стечение обстоятельств Или конь потерял ее На старой смолоконе Оторвать башку Мог только кто-то Очень сильный Здесь они похоже Наткнулись на какую-то Могучую тварь Будем надеяться Они все-таки выжили Похоже След ведет дальше Так значит Они зашли на смолокурню Там переоделись И дальше уже пошли На лошадях Теперь еще волки Иди дальше Дэя Извиняюсь конечно За такое обилие Покашливаний Но Ничего не поделаешь Знаете ли Даже летсплейщики Могут заболеть От этого никуда не денешься А проходить игру Надо в любом случае Поэтому Придется немножечко Потерпеть это Так и куда ты привела нас Батская хата Наверное он хочет Чтобы я осмотрел Это место Наверное он хочет Чтобы я залутал Это место Хотя тут и лутать Пока мне нечего Вечер в хату А кто это Идите в другую комнату Чего вы у нас забыли Наша хата с краю Ничего у нас нет Ничего не знаем Мне нужны сведения Я ищу двух женщин Жену и дочь кровавого барона Никого тут не было Сударь Может хоть мимо проезжали Девушка Невысокая Лет двадцати Ее мать Худощавая Под сорок Видели их Это же она к нам ночью приходила А? Мам Тихо Сынок О, малой спалил Расскажи как она выглядела Я хочу помочь этой женщине Ей может грозить беда Он никого не видел Сударь Это же ребенок Привиделось ему И че я хочу узнать Что ему привиделось Во, я тут Малец Кого ты видел? Кто здесь был? Тятя привел ночью Эту барышню Которая извлек Очень она боялась Говорила про страшное чудище И что надо вернуться Не знаю куда Тятя с мамой Ее успокоили Дали ей новую одежду Потому что ее сильно истребалось Че мужик Все Колись давай Мелкий спалил всю контору Куда делась девушка? Твой сын сказал столько Что нет смысла отпираться А вы, сударь, не похожи Ни на кого из людей ее отца Потому что я не из них Я ищу Тамару и ее мать Мне надо убедиться Что они живы и в безопасности Тамара-то, небось, сидит У моего брата В Аксенфорте А с госпожой Анной Тут другое дело Хотя ей, наверное, всюду лучше Чем во Вронницах У господина барона Почему? Так он ее лупил, сударь Госпожу Анну, значит Все об этом знали Но никто пальцем не пошевелил И где она? Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело Я ждал их старой смолокурни Привел коней Лютый был холод А темно так Что я на два локтя Ничего не видел Месяц стоял высоко А они все не приходили Я уж бояться начал Что их какое-нибудь Лихо утащило Но наконец они явились И отправились мы В сторону реки Тут вдруг Ни с того ни с сего Налетел вихрь Я решил было Что мне башку оторвет А вдобавок Эти здоровущие птицы Их целые тучи Кружили над лесом А крик такой подняли Что аж в ушах Звенела Госпожа Анна крикнула Искорчилась Тамара взяла ее за руку И я увидел На ладонях у нее Пылали знаки И че это Какие знаки Ну Такие Будто ей Кто железом выжег На ладонях Изнутри Выжег Как клемят скот Ну да Только эти знаки были Не почерневшие А раскаленные Точно живым огнем Светились Хорошо И что было дальше Стемнело еще пуще Словно кто Все звезды погасил В одну минуту Сверчки утихли А из лесу Вдруг Такой рык Раздался Меня холодный пот Прошив Я дух перевести Не успел Как и чаще Выскочило чудище Огромное Что твой сарай Рогатая И глаза горят Как раскаленные угли Я-то думал Конец мне Только чудище Бросилось на коня Госпожи Анны Башку ему оторвало А саму ее В лес унесло Наши кони Значит Мой и барышни Тамары Переполошились И понесли Куда глаза глядят Только потому Мы избежали Тамара хотела Вернуться за матерью Но на счастье Жена ее отговорила Убедила Что одной ей Ничего не сделать Зачем ты вообще им помогал Ты же здорово рисковал Должок у меня был Перед барышней Тамарой Три луны тому назад Сын мой лежал в горячке И мы уж думали Что не выживет Тамара об этом проведала Принесла еду и лекарства А то у нас нужда такая Что в доме шаром покати Что тут скажешь Спасла мне парнишку Сам бы я не решился помогать Но жена мне сказала Настал час войны И презрения Час вражды человеческой Теперь должна за добро Добром платить Потому что Кто стоит без дела Тот все равно Что зло творит Умная женщина Блядь да Я тоже Жаль вот только Госпожу Анну Не спасли Ну ладно Спасибо за помощь В любом случае Спасибо тебе за помощь А с тетенькой Все с ней будет хорошо Я сделаю все что смогу Так А ну ка Насколько у вас тут шаром Покатито в доме Ооо А я вижу тут есть Что залутать Ни хрена себе нужда Вон жемчужины есть Мед Вода Еще жемчужку Говорит нужда Такая В доме шаром Покати Ща мы тут налутаем Во Значит здесь Кончается Наш общий путь Благодарю тебя Дэя Иди С миру Да Весьма интересно Конечно Так у нас Задание Поговорить с бароном О его семье И найти Тамару И нас Что с погодой творится И найти Тамару Дочь Барона В Аксенфурте Ладно Отправимся Сначала К барону Поговорим о его семье Латва Ты где? Поскакали Расскажем барону Что мы Успели узнать Расскажем Что дочь его В Аксенфурте Сидит Это такой Небольшой Городишко В принципе Славится Своими Учебными Заведениями Именно там Учился Наш Старый Приятель Лютик Барт И Трубадур Там училась Шани Знакомая Медичка Э Себя в гузнов Книг Мусор В общем-то Практически все Наши знакомые Там учились И Если не ошибаюсь Геральт Даже На некоторых Лекциях Сам бывал В Аксенфурте Как вольный Слушатель Погоди 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 Я слезу Погоди Иди пока Поешь Узнаете Меня Неа Ты Конюши Я тебя Вытащил Из огня А теперь Понял Я вам Этого Не забуду Вот вам Благодарность 20 крон Спасибо Лишними Не будут От души Вот бы каждый Так благодарил Денюжкой Ведьмак Можно тебя На минуточку Смотря Че тебе надо Хочешь Пожаловаться Как я тебя Отмудохал В чем дело Что вы делали С бароном В ту ночь Когда он велел Всем А тебя Это интересует Спроси об этом Барона Вот именно Где он Все время Сидит в саду Нажрался Пьяный Нет Ничего не ест Ничего не пьет Просто сидит там Ну так даже лучше Если он трезв Так А че тут есть Давайте-ка Все это Залутаем Не даром Это тут Растет Правильно Я понимаю Это для того Чтобы мы Все это Залутали А че там За записка Взять Любовное письмо Дорогой мой Я вздохнула С облегчением Получив Твое письмо Я так рада Что твои раны Быстро заживают Представляю Как тебя Раздражает Необходимость Провести Еще несколько Недель В лазарете Но я счастлива Что ты не будешь Подвергать себя Опасности в бою Тамара растет С каждым днем Уже становится На ножки Если Держится За что-нибудь Но стоит Пока еще Не твердо За За теперь Глаз да глаз За ней Наверное Пропущенное слово Только Отвернешься Она Крапкается На стол И хватает Все До чего Может Дотянуться Ручонками Недавно Чуть не опрокинула На себя Горячий суп Думаю Придется Мне взять В помощницы Дочку Мельника А то Боюсь Однажды Не угляжу За Тамарой Особенно Сейчас Когда мне Приходится В одиночку Управляться Со всем Хозяйством Дорогой Филипп Я безумно По тебе Скучаю И ежедневно Молюсь Мелителе О здоровье Для тебя И нашей Дочурки Надеюсь Эта ужасная Война Скоро Закончится Люблю тебя Твоя На веки Анна Вот Любовь Между ними Была Явно Когда-то Вот ты Где Видишь Мальвы Вот эти Вот Голубые Вижу Я привез Их Из Нозаира Анна Вычитала О них В каком-то Рассказе И Хотела Чтобы у нее Непременно Были Такие Же Часами За ними Ухаживала Какая Она тогда Была Счастлива А вон Те Смотри Такие Лохматые Взарекания Их называют Райские Бутоны Тамара Говорила Райские Драконы Она Очень Их Любила Жаль Я никогда Не узнаю Какие цветы Понравились Б Деи А теперь Я хоть Знаю Что ее Дух Свободен Я Понимаю Как тебе Больно К сожалению Мы Мало Что Могли Сделать Теперь Уже Не важно Понятно Что Было Слишком Поздно Раньше Надо Было Думать Надо Было Увести Их Из Этого Чертова Велина Все Из-за Этой Сраной Дыры Здесь Ничего Не Могло Сложиться По Хорош У Меня Есть Вести О Твоей Семь И Что Ты Узнал Пойдем Внутрь Холодно Тут И Дождь Идет Есть Новости Твоя Дочь В Аксенфурте Что С ней Все В Порядке Она Здорово Там Безопасно Почему Ты Не Привез Я Не Говорил Что Привезу Ее А Откуда Ты Знаешь Что У Нее Все Хорошо Ты Хоть Видел Ее Нет Но Разговаривал С Человеком Который Помог Ей Бежать И Теперь Заботится О Ней Тамара Жива И Здорово Насколько Я Знаю У Нее Нет Желания Возвращаться К Тебе Я Не Верю Словам Деревенчины Или Кто Ей Там Помогает Я Хочу Быть Уверен Что С ней Все В Порядке Езжай К Ней Погляди Своими Глазами Как Там У Ни Никому Другому Я Не Поверю Ладно Хорошо Уговорил Хорошо Я Посмотрю Как Она Это Все Что Я Могу Для Тебя Сделать Благодарю Вот Тебе Поощрение Еще Вот Держи Риданская Гранная Грамота С тех Пор Как Риданцы Заняли Дельту Понтера Попасть Без Нее На Новиградские Земли Очень Непросто Да Мы Чуть Не Куп Хорошо А Что Санной Еще Пять Открыть Узнал Что Нибудь Пока Ничего Но Я Нашел Ее След Чего Тогда Ты Ждешь Что Ты Расскажешь О Цири Как Договаривались Ну Ладно Я Раз Обещал Когда Цири Оправилась Мы Ее На Охоту Взяли Ну Чтоб Проехалась Кость И Растрясла А То Она Долго Лежала А Девушка Твоя Счастье Приносит Мы Такого Вепря Загнали Там Король Фольтест Будь он Жив На него Слюной Бо Истек Цири Пойди Сюда Тебя Причитает Спорядочный Кусок Ну Девка Неплохо Ты себя Показала Неплохо Да Неплохо Но Птошно Кабана С мечом Ходит У меня Не было Ни лука Ни копья Значит Оставался Только меч И здорово Ты им орудуешь Где ты так Научилась Где В Каэрморхене В Каэрморхене Там Школа Ведьмаков Туда Столько Парней Берут Я исключение Для меня Сделали Исключение Хочешь Сказать Что ты Ведьмач Не до Конца Я не Прошла Мутацией Но Всему Что я Умею Меня Научили Ведьмаки А в Эликсирах Ты тоже Понимаешь Вроде Того А то Видишь Иногда У меня В крестец Так Стреляет Заткнись Эгрен Никому Твои крестцы Неинтересны Бабу Что умеет Мечом Работать Я уже Видал А вот Чтоб Верхом Ездила Это Ни одна Не сможет Да и Что Что Тут Удивляться Если Вы Сука Боком Сидите Может Поспорим Что Ты Меня Верхом Одолишь А давай На Что На Вороную Кобылу Что Стоит В конюшне А Хреново Дело А Че Так Что Это Ты В лице Переменился Баба Испугался Это Моя Лошадь Состязаться С Самим Бароном Большая Честь Ого Хотел Бо Я На Это Посмотреть Я Тоже Заметана Но Если Я Выиграю То Возьму Твой Меч Идет Узнаешь Смотри Сегодня Не Перепей Поскачем На Рассвете Это Ты Сам Смотри Не Нажерись Как Скотина Так Уже Б Пора И Честь Знать Так Сказать По Поводу Длины Серии Готов Как Никогда Скачем На Перегонки До Башни По Кроням Эх Не Дадут Шанс Сохраниться Ну Ладно Победить Барона На Скачке Это Правда И Звали Ее Кельпи Черная Бараная Да А Че Я Буду Сдаваться У Барона Шансов Никаких Он Сзади Плетется Все Победа Викарь А не Девушка Ты Достойна Самого Лучшего Коня Кобыла Твоя Благодарю Что Шанс Отыграться Девушки 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 Отно Девушки 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 Ага, какой знакомый взгляд А ты быстро учишься Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену Я этим занимаюсь Что-то результатов не видно Я не сразу понял, что они разделились Но не беспокойся, я найду Анну Так, с бароном еще пообщаемся Прощай Но немножко позже А все потому, что время серии уже подошло к концу А значит, я вынужден с вами прощаться Вы же подписывайтесь на канал Комментируйте, ставьте лайки И всем до новых встреч, дорогие друзья А точнее, до следующей ведьмачьей серии Всем пока Продолжение следует...